Привет! И в сегодняшнем видео мы с тобой разберем целых 5 трендов продвижения в Instagram в 2021 году. Мы не будем разбирать цвета в картинках, какую сделать в сторис, вот такую или такую. Мы поговорим о более глобальных вещах и более интересных. Меня зовут Макс Бондаренко и в сегодняшнем видео мы с тобой разберем целых 5 топовых трендов продвижения в Instagram в 2021 году. Что с ними делать, на что обращать внимание, на что не обращать внимание, к чему все это идет. Также мы с тобой рассмотрим очень важные детали, которые тебе пригодятся в продвижении в инстаграм. Я вообще не любитель разбирать, какой там надо поставить цвет красный, зеленый, делать 2 сторис или 3 сторис, вовлекать или не вовлекать в эту сторис. В принципе, если вы делаете полезный крутой контент, как бы вы его ни делали, он будет всегда залетать. Это уже такие мелкие детали, которые сильно влияют на общие тренды, если вы не выполняете основные пункты, о которых мы сегодня будем с вами детально говорить. И первый тренд, про который я хотел вам сегодня рассказать. Занимайтесь вы бизнесом или вы просто таргетолог, который настраивает кому-то рекламу, он всех коснется. Это тренд на повышение стоимости рекламы. Инстаграм серьезными и быстрыми темпами и дальше будет упрощать настройку рекламных кампаний. И в такой же прогрессии увеличивать эффективность от этой рекламы. Уже давно не секрет, что в инстаграм одна из самых эффективных реклам на данный момент в социальных сетях. Да, может быть она не самая дешевая, но об этом чуть позже. К чему инстаграм в целом должен прийти, когда вы нажимаете там примерно 2-3 кнопки и получаете крутой офигенный результат. Соответственно исходя из того, что будут упрощаться инструменты и эффективность будет повышаться, от этого и будет повышаться стоимость самой рекламы. Если вы видите, что реклама эффективная, значит вы готовы вложить туда деньги. Инстаграм это конечно же понимает и повышает постепенно стоимость аукциона. Так как огромное количество людей будет видеть результаты с этой рекламы, этот источник будет эффективный, они все больше и больше будут подключаться к рекламным кабинетам и тратить деньги. Тем самым будет повышаться конкуренция в аукционах, а как мы знаем аукционы это все для инстаграм. И поэтому будет расти также стоимость рекламы. Теперь поговорим о важном, что мы можем с этим делать. Нужно повышать эффективность своих аккаунтов. Также нужно продажи переводить в нативный формат, ни в коем случае не продавать напрямую. Ну по крайней мере часто это делать. И нужно продавать через личный бренд и развивать личный бренд. Таким образом можно сэкономить достаточно кругленькие суммы. Да, в целом вы будете тратить деньги на вашу рекламу. Но за счет того, что вы будете постоянно взаимодействовать со своей аудиторией, вы будете давать им какие-то полезности, вовлекать их в свой контент. Вы будете получать дополнительные бесплатные охваты. Также это будет являться дополнительной точкой касания с вашей потенциальной аудиторией. И вы сможете прогнозировать и получать больше продаж. Друзья, специально для вас по ссылочке в описании к этому видео я приложил бесплатные уроки о том как раз таки как построить свой личный бренд. Как там например составить контент, план, по какому плану тестировать рекламную кампанию. Все бесплатно эти видео я специально для вас открыл. Единственное я попрошу поставить лайкос этому видео. И переходите по ссылке, скачивайте все бесплатно. Теперь перейдем ко второму тренду продвижения ватсаграм в 2021 году. В 2020 году тикток поставил огромную жирную точку в вопросе фастфуда в контенте. А точнее ему быть и он будет занимать как ни странно лидирующие позиции. Да, именно в этом году тикток показал, что какие-то странноватые видосики, где кривляются, все прыгают. Они набирают огромный охват и это пользуется популярностью у людей. И даже появляется огромное количество рекламодателей, которые готовы платить огромные деньги за рекламу у этих блогеров. Также в самом инстаграм 2020 году сторис вышли на первый план. Что такое сторис? Это 15 секундные короткие видео или небольшие влоги. Это в целом клиповое мышление. Быстрый контент потребляется людьми моментально. И по статистике в инстаграм мы увидели, что сторис они уже сильно переплевывают по охватам посты или те же видео IGTV. Также сами видео IGTV доказывают, что они больше набирают охватов, чем обычные посты в инстаграм. И это говорит о том, что люди не хотят читать, не хотят задерживаться, им нужен быстрый легкий контент. Да, он в тренде и тикток это наглядно показал. И самое что интересное, мы увидим и будем участниками этой войны тиктока и инстаграм. Так как инстаграм уже давно объявил, что он будет вводить рилс и они уже есть в разных странах, но к сожалению пока что в России их нет. Но это вопрос времени, когда они появятся. В целом, конечно же инстаграм здесь очень сильно отстал и он будет пытаться нагнать тикток. Американские ребята или те, кто живут там, у них уже есть эти рилс, они начали выкладывать и они говорят о том, что они набирают огромное количество охватов. За счет чего? За счет того, что лента изменила алгоритм и теперь рилс появляются в трендах на самых первых местах. И также в рекомендациях. Инстаграм дает сам теперь дополнительные охваты на эти видосы короткие, которые выкладывают люди. Чтобы, конечно же, раскрутить эту функцию и не потерять людей, которые начинают переходить в тикток. И даже попробовать перекачать себе эту аудиторию. К чему мы должны приготовиться и что вы должны себе взять за правило? Это, конечно же, создавать короткий видеоконтент. Да, вам придется владеть какими-то простыми приложениями по монтажу видосов. Еще, что очень важно сказать, Instagram в 2021 году обязательно будет повышать уровень доверия к прямым эфирам. Заметив тикток, прямые эфиры становятся все популярнее и популярнее. Там есть какая-то определенная монетизация. Все то же самое будет происходить в Instagram. Третий тренд, о котором я хотел поговорить, он есть уже с 2000, наверное, 2019 года. Но в 2021 году он наберет огромную популярность. И сейчас я расскажу почему. Сейчас очень многие в инсте говорят о падении охватов. Первое заметили это крупные блогеры-миллионники, что у них тоже падают эти охваты. Все просто, люди наелись вот этих вот историй лакшери. И будущее даже настоящее за естественным простым контентом. Это не значит, что вы должны делать некачественный контент, некачественные видосы или те же сторис. В тренде будет именно то, что будет являться именно настоящим, вашим, идти от души. Искренность будет рулить. В тренде будут именно те люди, которые будут рассказывать не то, как они используют свои миллионы, пароходы или самолеты. А именно те люди, которые будут рассказывать свой путь напрямую, с ошибками, естественный путь, как они к чему идут. Как они идут к своим целям. Которые будут давать именно вот этот настоящий контент. Да, может быть он будет немножко не обтесанный или не супер качественный. Но я вас уверяю, именно это и будет набирать большие обороты. Что мы с этим можем делать? Здесь, конечно же, выходит на первый план личный бренд и личный контент, который вам нужно будет делать в своем аккаунте. Я еще раз повторю, что ссылка в описании на эти уроки. Там как раз таки я эту тему затрагиваю. Есть все, можете зайти бесплатно и эти видосы скачать. Также не забудьте подписаться на мой инстаграм, посмотреть, как я его веду, сделать что-то похожее без проблем. Четвертый тренд он был и в 20-м году, но и в 21-м он продолжится. Это закрытие инстаграма внутри себя и его мультиканальность. Сам инстаграм недавно заявил, что в приоритете будут именно те аккаунты, которые будут использовать все форматы постинга и перекрещивать их между собой. Что это значит? В своем аккаунте вы должны и выкладывать и посты, и сториз, и рилс, которые будут, и IGTV, и проводить прямые эфиры. Например, вы выложили в ленте какой-то пост, вы берете и делаете репост его в сториз. Также, например, вы когда выкладываете какой-то IGTV, оно обязательно попадает также в вашу ленту новостей. Вы также можете взять и сделать репост в сториз. Это и есть такой некий перекрестный постинг. Что с этим можно делать и нужно делать? Обязательно нужно учиться продавать именно внутри инстаграм, не выбрасывать человека на какие-то другие сайты или другие социальные сети. Для этого будет полный функционал и поэтому они упрощают систему коммуникации и быстроты коммуникации с потенциальными клиентами. Инстаграм обязательно будут пытаться делать постепенно, чтобы исключить сайты из цепочки ваших продаж. Друзья, но это и не страшно, это и на руку нам. Чем быстрее будет происходить коммуникация внутри инстаграм, тем больше мы будем получать продаж. Посмотрите, например, в ВК. Они уже давно реализовали группу и там есть товары, где вы можете их выкладывать. И в принципе ВК уже давно не нужен сайт. Также они ввели функцию как бы одностраничного сайта внутри ВК, который вы можете сделать. У инстаграма на этот счет свое мнение, но в принципе он будет делать то же самое. Это круто, это приведет к экономии наших средств. Мне нужны будут дополнительные сайты, какие-то посадочные лендосы или еще что-то такое. И здесь также нужно будет обязательно учиться нативно продавать ваш продукт, товар или услугу. Пятый тренд, который я хотел затронуть, это в инстаграм вводится абсолютно везде монетизация. У нас пока в России ее конечно же нет, но допустим в Америке уже тестируются монетизации и в IGTV и в Reels. Точнее в IGTV она уже есть, ребята зарабатывают деньги. Также обязательно будет вводиться монетизация в прямых эфирах в инстаграм. Для чего это все делается? Конечно же, чтобы отбить аудиторию тикток, так как у тикток появилась также монетизация на своих видосах. И для того, чтобы инстаграм окончательно закрылся внутри себя. После этого в инстаграм будут абсолютно все форматы, которые могут конкурировать с любой другой площадкой. Видео IGTV будут конкурировать с видео из ютуба. Например, те же Reels будут конкурировать с тиктоком. Прямые эфиры будут конкурировать с тиктоком. Но про другие социальные сети я даже пока говорить не хочу. Что мы можем делать? Обязательно пользоваться и создавать уникальный видеоконтент. Как короткие видосы для сториз и Reels, которые появятся, так и по длине видосы, которые вы будете выкладывать в своем IGTV. Поэтому еще раз напомню, личные блоги и личный контент будут набирать еще больше обороты. Всякие такие как бы аккаунты по типу просто продающих площадок и продающих лендингов, они уйдут. И в целом у этих аккаунтов появится все больше и больше проблем. Друзья, мы с вами рассмотрели целых 5 трендов продвижения Instagram в 2021 году. Что с этим делать? На что обращать внимание? И какой взять курс во всем этом? С вами был Макс Бондаренко. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, напишите в комментариях к этому видео, насколько были полезны эти тренды и будете ли вы соответствовать им. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делайте репосты, помогите мне развить этот канал, чтобы он полезен был не только вам и мне, а еще многим-многим людям. До новых встреч, друзья, пока!